Здравствуйте! Сегодня разберем такой порок, когда человек пытается одними пороками уничтожить другие пороки. Или когда, можно перефразировать и сказать, что когда человек хочет победить одних демонов силами других демонов. Примеры того порока можно увидеть в тех примерах, которые я уже даже приводил в видео, когда человек пытается спасти своего любимого человека, например, который совершил ужасное преступление, и зная то, что он совершил большие преступления, спасти его от полиции или от судебных органов, тем самым развращая его и сея в его сознании такие мысли, что такие преступления совершать можно, потому что есть возможность за них все равно не сесть в тюрьму и не пострадать. Если человек достаточно низкий, тот которого спасает, он может и всерьез после успешного спасения от тюрьмы так и начать и думать, что он может, используя свои связи, своих друзей, совершать что захочет и при этом не сядет. Также реализуется еще этот порок, когда человек или группа людей пытается одними демонами победить других демонов. Когда, например, насильно насаждается одна держава, насаждает другой стране, другой державе какие-то идеологические или духовные, как ей кажется, правильные ценности. Но делается это через большое количество убийств и насилия, а не на основе собственного примера, собственного благополучия материального и духовного, а просто в приказном порядке. Сдохните все или живите по этим ценностям. Все, кто не хочет жить по этим ценностям, гибнете. Это неправильные принципы и глупости. Это не что иное, как попытка одной группой пороков победить другие пороки. Что несбыточная попытка, потому что невозможно победить одного демона силами другого демона. В финале просто перейдет, может быть, порог в другой вид, но ничуть не ослабнет, а скорее всего и усилится. И поэтому люди достаточно неосознанные и слабые, они могут это реализовывать. Но в финале это все приводит к еще более худшим или, как в лучшем случае, таким же результатам, которые были раньше. Но чаще еще к более худшим. Потому что люди развращаются вследствие того, что их защищают от их преступлений и от ответственности за их преступления. Те люди, которые в другой державе, которые насаждают идеологию другой державы и ценности, которые считает правильным другая держава. Даже если они объективны лучше относительно истинных последней инстанций. То из-за того, что все насажено насильно, они не воспринимаются как правильно и наоборот вызывают сопротивление, отвращение, отталкивание от себя. Что тоже влечет целую группу пороков к реализации. И в финале происходит реализация этой ловушки, что люди, которые пытаются победить одного демона другими демонами или один порок другим пороками, В финале просто культивируют и усиливают количество пороков. В некоторых случаях их пороки переходят в другой вид и по-другому называются, тоже другими пороками становятся. А в некоторых случаях даже остаются такими, как и прежде были раньше, просто усиливаются. Также следовать этому пути, пути некультивирования пороков, пути, не пытаясь победить одних демонов силами другого демона, достаточно сложно. Потому что во многих обществах это порицается. Ну, если ты, например, родители ребенка и ребенок совершил преступление, то во многих семьях и многих обществах, если ты не пытаешься спрятать его от суда, то это порицается и считается неправильным. И у того человека, который выдал своего ребенка за совершение преступления, при слове, что он совершеннолетний, тот, кто совершил преступление, если он будет работать со следствиями, сажать своего ребенка, то тогда, если общество об этом узнает, то во многих обществах это будет порицаться. И с таким человеком могут начать даже и не здороваться, пытаться даже ему сделать какие-то гадости, может быть, даже пытаться напасть, убить или избить. В некоторых обществах такое возможно. Даже внутри семьи такое частенько будет происходить, потому что другие члены семьи могут быть не настолько высокодуховными и понимать, что так правильно делать. Они могут говорить, что ты не спас нашего родственника, сволочь ты, подонок, могут такое говорить тому человеку, который не спас своего родственника. Не пытаясь его отгородить от наказания за его преступления. Таким образом, не пытаясь победить одними пороками другие пороки, что невозможно. Поэтому этот путь связан с порицанием в обществе, с недопониманием в обществе. Также наиболее яркое недопонимание будет выражаться в том, что, например, отказ расстреливать вражеских солдат. Именно не ранить, а расстреливать насмерть. Таким образом, отказ нарушать заповедь «Не убей». Но эта заповедь не предполагает отказ от самообороны и возможность ранить их, но не убивать. Тем не менее, у многих военных компаний таких людей, которые отказывались убивать, но не отказывались ранить вражеских солдат, тоже вызывало порицание, и их там все начали унижать, подавлять, ненавидеть, делать им всякие злые шутки, чтобы им жилось максимально тяжело. И, ну, фактически в любой сфере, будь то военная сфера, общественная жизнь на гражданке, или там какая-либо еще, человек, который живет по заповедям, который не пытается исправить или победить одни пороки другими пороками, ну, короче, правильно мысль, он всегда будет рано или поздно, если он это долго делает, нарываться на проблемы от общества. Потому что само общество, оно достаточно порочное, а порочное общество, оно и не может не атаковать малопорочного человека. Потому что он слишком малопорочный, он слишком сильно отличается от большинства этого общества. Другое дело, если ему посчастливилось, он попал в какое-то малопорочное общество, ну, на нашей планете есть маленькие коллективы, где действительно люди малопорочные, И тогда его там не будут все шпынять, называть каким-нибудь святошей или придурком, хотя бы за то, что он, например, в критической ситуации не согласен убивать тех, кто на него нападает, но согласен их изранить, ноги, руки прострелить. Вот этого уже может достаточно быть, чтобы в некоторых обществах заслужить отрицание, порицание и все, что я перечислил. Вот, поэтому этот путь достаточно сложный, но он того стоит, потому что в финале же самое главное, как Бог тебе подумает, а не любое количество любых людей, как тебе подумают. И не Родина, как тебе подумают, и не те политики, которые представляют Родину, как они тебя подумают, и не количество медалей или наград, которые ты получишь в той или иной сфере, на войне или на гражданской жизни за что-то. Это же все в финале не имеет значения. И поэтому самое главное, это ключевая верховная ценность мнения Создателя о тебе. Поэтому есть смысл все равно идти этим сложным путем. Вдобавок, когда все это закончится и жизнь закончится, будет приятно осознавать то, что все эти порочные дураки и сумасшедшие, они просто такие не смогли тебя прогнуть на порочные. Во всяком случае, в тех ситуациях, где ты понимал, как правильно поступать. Потому что есть еще такие ситуации, где не особо понятно. Это имеет, кстати, тоже большое значение. Потому что когда человек, тело у него умирает, он уходит в мир душ, то то, как он прожил его, если он правильно прожил, он согласен с этим. И это согласие не противоречит совести. Это дает очень большое удовольствие, кстати, в мире душ. Приятненько там находиться с такими заслугами на основе пережитва. Поэтому идите светлым путем, даже если светлый путь благополучно будет противоречить суждению вашей семьи, устоям вашей семьи или родины, или еще кому-либо. Потому что те организации, люди, государства, которые считают, что можно победить одними пороками, другие пороки, они просто глупцы и частично сумасшедшие, раз всерьез в это долго верят. А сумасшедшие не приходят к счастью. И полусумасшедшие тоже к счастью не приходят. Если только они исправятся в определенный момент времени, перестанут быть сумасшедшими или полусумасшедшими. А приходят к счастью те, кто не является ни сумасшедшим, ни полусумасшедшим. И поэтому это важно для самого человека, потому что ему нужно счастье, всем нужно счастье. Только прийти к нему могут только те, кто идет по правильному пути, правильному относительно мнения Создателя, а не относительно кого-либо еще.